Вероника Ижова Сначала старт нашего дня, как первая страница у книги. Наш день очень сильно зависит от того, в каком настроении мы проснемся утром, с какими эмоциями и энергией отправимся из дома по делам. Важно утром дать правильный настрой всему дальнейшему дню. И если вы сейчас смотрите «Народное утро», то день вы проведете легко и в хорошем настроении. Сегодня день осеннего равноденствия. Дата праздника каждый год своя. В этом году мы встречаем его 22 сентября. Вспомним школьную программу. Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В первом таким образом начинается астрономическая осень, а во втором, соответственно, весна. Земля занимает вертикальное положение относительно своей звезды, то есть Солнца. Северный полюс прячется в тень, а южный, наоборот, переходит на светлую сторону. День и ночь длятся по 12 часов. Вот что такое день осеннего равноденствия с точки зрения науки. С астрономией вроде понятно. Переходим к совсем ненаучной, но гораздо более интересной составляющей этого праздника. День равноденствия почти у всех народов всегда был связан с мистикой и различными магическими ритуалами, призванными задобрить высшие силы. Как тут не вспомнить про Стоунхендж? По одной из версий, легендарные мегалиты строились именно для ритуалов в честь астрономических изменений – день равноденствия и солнцестояния. У славян в старину этот праздник имел два значения – расставание со старым и отдание почести усопшим. Были у него и свои традиции и обряды. В этот день славяне честовали солнце. Они просили его о помощи, отогнать ночь, надвигающуюся на дом, и вернуть день. Семьи приходили на могилу усопших, прибирали и украшали ее. Люди зажигали в домах огонь. В центре деревень и селения накрывали столы и проводили пиры. Чтобы накормить предков, выставляли молоко, масло, творог, сыр, ягоды, капустные пироги. После пиршества мылись в бане, чтобы очистить тело и душу. Незамужние девушки, которые мечтали в этом году выйти замуж, просили сварога о помощи во встрече с ужиного. Они проводили похороны мухи, мастерили маленький гробик из репы, сажали туда муху и закапывали. Во время обряда девушки вглядывались в молодых людей, которые пришли посмотреть на это действие. Таким образом, они делали смотрины. Между оконными рамами люди клали ветки с листьями и кисти рябины с целью охраны дома от темных сил. Есть у дня осеннего равноденствия и особые приметы. Говорят, что если Ива начала сбрасывать листья, то скоро наступит зима. А если в день осеннего равноденствия много паутина, то осень будет длинной, а зима наступит поздно. Наблюдаем внимательно за природными явлениями и не забываем радоваться краскам осени. Тем более, что синоптики сулят нам скорое потепление. Астрология — это древнейшая наука. Влияние бесконечного космоса на Землю и ее обитателей очень сильное. Послушаем, что говорят астрологи 22 сентября. Этот день будет легче и приятнее многих. Остра интуиция, она поможет разобраться во всем, что происходит вокруг. Даст понять, как действовать для достижения своей цели. Проснется желание учиться и, скорее всего, эти навыки и знания пригодятся в ближайшее время. Спокойно и ровно будут складываться личные отношения. Даже самые несговорчивые и упрямые сегодня предпочтут избегать споров. А прямо сейчас развернутый гороскоп для всех знаков зодиака на сегодняшний день. Овны. Общение с избранником омрачено вашей же ревностью. Задумайтесь над этим. Если кажется, что отношения похожи на игру в одни ворота, то срочно меняйте тактику. Не исключены конфликты с родственниками. Тельцы. На привычные вещи надо посмотреть по-новому. Не загоняйте себя в рамки, дайте простор мыслям и действиям. Найдите иной подход к людям, с которыми взаимодействуете. Отнеситесь к ним с теплом и чуткостью. Близнецы. Общение с окружающими людьми следует поставить во главу угла. Многие моменты будут зависеть именно от того, как вы себя ведете. Никаких амбиций быть не должно. Вечер проведите в одиночестве. Раки. Не исключена крупная прибыль. Не нужно сразу же бежать в магазин, лучше сходите в парикмахерскую или к косметологу. От внешности сегодня зависит многое, подкорректируйте ее слегка. Львы. Гороскоп предсказывает очень деловой день. Переговоры, поездки, совещания и новые партнеры могут создать вокруг вас настоящий рабочий вихрь. Не меняйте темпа, он хорош для карьерного роста. Девы. Вы полны идеи вдохновения и позитива, о чем еще мечтать в разгар рабочего дня. Естественно, о повышении оклада и новой должности. Все будет, если сегодня потрудитесь основательно. Собаки и почтальоны не друзья. Так думают многие, но не всегда четвероногие хотят прогнать незваного гостя. На камеру видеонаблюдения попал трюк одного курьера из Калифорнии. Курьер зашел за калитку во двор, чтобы передать клиенту его заказ. Но совершенно не ожидал, что его встретит не заказчик, а крупная собака по кличке Уинстон. Недолго думая, курьер быстро рванул в обратную сторону и даже перепрыгнул через забор. Оказалось, что собака дружелюбна и просто хотела познакомиться с новым другом. Но из-за недопонимания ничего не вышло. Ну а сейчас другие новости далее на Народном Утре. Федерация независимых профсоюзов России предложила сделать бессрочную выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к Генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателем на 2021-2023 годы, передает РИА Новости. Отмечается, что подобные меры уже фактически действуют в России с апреля. Тогда на фоне кризиса из-за пандемии коронавирусы ввели дополнительную выплату в 3000 рублей на каждого ребенка. Сверхсуммы пособия. Тем не менее, мера непостоянная, несмотря на то, что ранее правительство продлило ее до сентября. Как объяснил один из советников Федерации независимых профсоюзов России Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка. Депутат Госдумы России Евгений Федоров выступил с предложением компенсировать затраты на услуги частных детских садов семьям, которые вовремя не получили места в бюджетном дошкольном учреждении. Данная идея парламентария направлена в Минпросвещение, пишет интернет-издание Life.Room. По словам Федорова, конституция страны гарантирует гражданам общей доступности и бесплатность дошкольного образования. Однако, как утверждает депутат, не все родители, которые стоят со своими детьми в очереди в детский сад, могут вовремя получить там место. Именно поэтому, как уверяет парламентарий, семьям приходится прибегать к услугам частных детских садов и тратить на это большие деньги. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о правильном режиме сна осенью. Об этом сообщает Москва24. Она напомнила, что человеку необходимо ежедневно спать около 8 часов, чтобы оставаться бодрым и здоровым. При этом важно делать это именно в темное время суток. Осенью время наступления темноты сдвигается, поэтому и засыпать надо раньше, подчеркнула Ярцева. В частности, специалист призывает приучить себя ложиться спать уже в 21.00 или в 22.00. По ее словам, в октябре, ноябре и декабре – самый сложный период для организма, поскольку темнеет непривычно рано. Это вопрос привычки – приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6-7 часов утра. «Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система», – пообещала врач. Ярцева отметила, что важно не просто спать положенное количество часов, а делать это именно в то время, которое для организма является естественным. Прямо сейчас продолжение гороскопа для оставшихся знаков зодиака. Оставайтесь с нами. Весы. Больше общайтесь и встречайтесь с друзьями. Витать в облаках можно, но только во время обеденного перерыва. Все остальное время потратьте на работу. Она важна для дальнейших перспектив. Скорпионы. Будьте осторожнее, чтобы конкурентам не достались ваши плоды. Благоприятно разрешится проблема, связанная со здоровьем. Вы найдете не только опытного врача, но и эффективный способ лечения. Стрельцы. Вам следует вести себя предельно честно, если не хотите потерять надежных друзей. В рабочей обстановке тоже не юлите. Хорошо пополнять багаж знаний, учиться новому и заниматься творчеством. Козероги. Вас ожидает сложный в финансовом плане день. Если не опираться на интуицию, то можно потерять накопление. Трения с начальством и родственниками могут подорвать авторитет. От путешествия следует отказаться. Водолей. Гороскоп обещает нечто грандиозное, что вы можете совершить в бизнесе. Осторожнее, чтобы конкуренты не узнали о ваших гениальных идеях. Внимательно отнеситесь к себе, здоровью и внешнему виду. Рыбы. Вы будете плескаться в романтике. Не отвечайте на звонки тех, с тем уже давно не общаетесь. Особенно, если будете находиться наедине с новым избранником. Прекрасно пройдет торжество, появятся интересные проекты. За последние несколько веков мы совершили бесчисленное множество открытий. Некоторые помогли значительно улучшить качество нашей повседневной жизни. Дали понять, как устроен мир вокруг нас. Оценить всю важность этих открытий очень сложно. Если не сказать, что почти невозможно. Но одно ясно наверняка. Многие из них буквально изменили нашу жизнь раз и навсегда. От открытия гравитации до рентгена и электричества. Все еще остается неподвластно человеческому уму множествующие и явлений. Но каждый год происходят все новые и новые открытия. Узнаем больше в нашей рубрике «Открытия и изобретения». Доброе утро, друзья! Кстати, а оно у вас доброе? Что помогает вам проснуться? Лично я способен открыть глаза только после чашки крепкого кофе. Именно этот напиток помогает полюбить утро и настроиться на рабочий лад. А вы знали, что среди роботов есть робота-бориста? Да-да, бантемия коронавируса стала неожиданным, но мощным драйвером для развития ряда технологий в сфере общественного питания. Вот, например, как вам такое бариста? Уже более 10 тысяч подобных роботов обслуживают людей по всему Китаю. Интеллектуальный бариста способен готовить не только стандартные – американо и капучино, но и воспроизвести различные авторские рецепты, например, с сиропами и другими наполнителями. А вот этот робот-кофеман, созданный на базе промышленных манипуляторов, заточен только на приготовлении стандартов. Зато он умеет рисовать рисунки на пенке и готовить до тысячи чашек кофе в день, не уставая и не теряя качества. Про четвероногих роботов мы уже рассказывали, а вот у этого красавца ног уже шесть. Во время демонстрации своих возможностей он легко переносил 20 килограммов воды. Инженеры заявляют, что шесть ног позволяют роботу поднимать больший вес и быть более устойчивым на сложной местности при перевозке грузов. Мягкие шарообразные насадки на концах каждой ноги робота не только снижают вибрацию, но и позволяют не портить напольное покрытие. Максимальная нагрузка для робота, предназначенного для работы в сложных и опасных ситуациях, составляет 25 килограмм. Все больше в мире роботов гуманоидных. Вот этот, например, под названием Уолкер, предназначен для дома и офиса. Он умеет держать баланс и самостоятельно регулировать свой центр тяжести. Встроенные сенсорные системы 36 специальных механизмов помогают ему ходить и быстро, и плавно. Он умеет ловко обходить препятствия и передвигаться по неровным поверхностям и склонам. Уолкер умеет захватывать различные предметы и распознавать лица. А вот такой робот-администратор обладает полностью человекоподобной внешностью и голосом героев аниме. Не всегда гуманоидные роботы похожи на нас, но они стремятся выполнять те же функции. Этот умный робот специализируется на традиционной китайской медицине. Он проводит соответствующую диагностику и консультирует по вопросам здоровья. Роботы нас не только лечат, но и развлекают. Вот такой господин в шляпе рисует портреты всем желающим всего за три минуты. Он делает фотографию клиента, обрабатывает ее и создает рисунок черным маркером. Робот разработан для торговых центров и ресторанов. Он может как обучать рисованию, так и просто привлекать клиентов. А напоследок посмотрите на эту высадку в Неваде. Американские военные провели учения с робособаками. Они выпустили их из транспортного самолета на базе ВВС. Роботы должны были разведать территорию, прежде чем на нее выйдут люди. Робособаки – часть крупного американского проекта по внедрению искусственного интеллекта в боевые операции. Такие псы патрулируют местность, проводят картографирование, наблюдают за объектами. В общем, умные собаки. На сегодня это все. Хорошего всем дня. С вами был Кирилл Андронов. Пока. Инстаграм является своеобразным феноменом нашего времени. Именно эта социальная сеть сломала привычное представление о том, как должно выглядеть виртуальное пространство. Все внимание здесь направлено на фото. С его помощью пользователи рассказывают о том, что их окружает. Фактически, Инстаграм дает возможность увидеть жизнь чужими глазами во всех ее проявлениях. Когда новый пользователь заходит в аккаунт, нужно, чтобы он впечатлился и подписался. Именно поэтому можно найти множество постов и аккаунтов, которые точно не дадут заскучать. Расскажем больше в следующей рубрике «Интернет-обзор». Звезды российского шоу-бизнеса не дремлют. У Седоковой третий муж, ну а котики снова покорили медиапространство. Эти новости не только обсуждают в сетях сегодня. Это «Интернет-обзор». Поехали. Прошедшая неделя отметилась сразу несколькими радостными событиями. Речь о новых звездных союзах. Их можно расставить по убывающей общественного восторга. На третьем месте расположилась 37-летняя Анна Седокова и ее новый супруг – 28-летний латвийский баскетболист Янис Тима. Торжество состоялось еще 6 сентября, однако рассказать об этом певица решила только сейчас. После официального заявления череды красивых свадебных фото на парочку, а в частности Анну, посыпались язвительные комментарии. Это уже третий брак певицы, и многие хейтеры не удержались напомнить об этом и самой девушке, и всему интернету. В общем, в перемешку с поздравлениями и пожеланиями счастливой семейной жизни новобрачных искупали в насмешках. Но не стоит забывать, откуда берется злоба на всех и вся, и какова природа хейта. К тому же вряд ли чувства Седокова и Тима каким-то образом от этого пострадали. На втором месте брачного рейтинга расположилась супермодель филантропы мамы пятерых детей Наталья Водянова. Она обручилась со своим возлюбленным миллионером Антуаном Арно в Парижской мэрии. Событие произошло после 9 лет отношений. Ну а на первом месте по общественному резонансу стоят 34-летний автор и актер сериала «Внутри Лапенко» Антон Лапенко и 24-летняя актриса Алена Михайлова. Накануне пара прибыла на кинотавр. При этом на красную дорожку в рамках премьеры нового фильма с собственным участием «Глубже» Антон вышел в гордом одиночестве, в то время как Алена проскользнула в кинозал мимо журналистов, сославшись на сильную усталость после перелета. Встретились звезды только на автопати. Неизвестно, когда именно начался роман Антона Лапенко и Алены Михайловой, но сблизились они на съемках сериала «Чики», которые проходили с июля по октябрь прошлого года в Кабардино-Балкарии. Последние публикации близких 25-летней модели Джиджи Хадид в соцсетях вызвали переполох среди ее поклонников. Сначала ее младшая сестра Белла дала фанатам Джиджи повод заговорить, что модель уже стала мамой, а потом и их отец Мохаммед намекнул, что уже стал дедушкой. Но сама будущая мама эти новости пока не подтверждает. Напротив, она делится новыми снимками своего округлившегося живота. Правда, кадры эти были сделаны еще летом, когда Джиджи была на 27-й неделе беременности. Но она словно говорит поклонникам, что торопить события не стоит всему свое время. Теперь поклонники звезды, кажется, успокоились, что такое важное событие, как рождение ребенка, их кумира не прошло мимо них. И ждут не дождутся, когда модель публично объявит об этом сама. А произойдет это в самое ближайшее время. Родить Джиджи должна в сентябре. И не менее милая новость в конце нашего интернет-обзора. Найден самый мимимишный аккаунт в инстаграме. Главные герои – котики. Тут они урчат, мурчат, мяукают и издают другие очень успокаивающие звуки. Послушайте сами. Оторваться невозможно, поэтому даже не пытайтесь смотреть видео на работе, чтобы потом не оправдываться перед начальством. Это был интернет-обзор. Чаще чекайте инстаграмы, будьте в курсе событий. Всем пока! Встречайте каждое начало дня вместе с «Народным утром». С вами была Вероника Ижова. Эффективного и позитивного дня, дорогие зрители. Увидимся завтра. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова